Ребенка Ребенку постарше можно дать более полное представление о семейном бюджете. Напишите на листе бумаги сумму вашего дохода и отнимите цифру необходимых расходов – квартиры, коммунальные услуги и питание. Получившийся результат покажет ребенку, сколько средств осталось на приобретение желаемого. Можно применять математические задачи. Так ребенок узнает ценность и заодно сможет поупражняться в математике. Катя, смотри, как ты думаешь, что выгоднее взять? 3 кг апельсин по 40 рублей или 6 кг за 60? Будет выгоднее купить 6 кг за 60 рублей. Кстати, небольшие премии за те или иные заслуги помогут научиться самостоятельно решать финансовые вопросы. Подскажите ребенку, что часть карманных денег можно откладывать на покупку того, о чем он давно мечтает, а не тратить их на безделушки и сладости. Так он научится отделять важное от второстепенного. Вместе подсчитайте, сколько необходимо откладывать в месяц, чтобы получить желаемое, например, через полгода. Ничуть не хуже, гораздо лучше работает обещание за определенное достижение совместной поездки куда-то. Главное, чтобы оно было выполнено, да, это обещание. Покупка вещи, которую вы и так бы купили ребенку, потому что она нужна. Но если вы еще и подчеркнете, что ребенок, в общем-то, много сделал для того, чтобы купить эту вещь, и у ребенка будет ощущение того, что именно он заработал эту вещь, то тоже это достаточно хорошее подкрепление правильного и нужного поведения. Если ребенок раскидывает вещи, где попало, спрячьте какую-то часть из них на несколько дней. А когда он обнаружит пропажу, предложите ему выкупить ее за символическую плату. Такой способ поможет ребенку понять, что лучше быть аккуратным и бережливым, чем расплачиваться. Но самое верное средство в вопросе грамотного распределения семейного бюджета – это пример родителей.